Еще раз добрый день. Тема доклада компилятора Мультиоберон. Ну, как прежде всего разрабатывалась данная ПО? В силу того, что я работаю в определенной структуре Росатома и то, что делается в рамках работ по атомной энергетике, опубликовать эти данные достаточно сложно. Потому что мы подписываем соответствующие бумаги, а не разглашение. Это является коммерческой тайной. Поэтому то, что делается реально в рамках основной работы по энергетике, я не публикую. Но это пример того, что система САРП, которая ставилась на первый блок ростовской станции, которая на Абероне была выполнена. Но эксплуатация системы, попытки в каких-то случаях успешной, в каких-то не слишком успешной, продвигать Аберон технологии в атомной энергетике, приводит к тому, что необходимо развивать средства, с которыми мы имеем дело. В данном случае родился проект компилятора Мульти Аберон, который шел из собственных потребностей. Фактически я его для этих потребностей писал. То есть это такой свободно распространяемый ПО, которое я потом впоследствии, как инструментальное средство, собираюсь применять для каких-то своих целей. То есть понятно, он может перейти куда-то там дальше, по мере отработки в атомной отрасли. И в данный момент это пока такое свободно распространяемое ПО. Концепция Хуара опять из тьюринговской лекции. Я процитирую. Там, где необходимо, должны быть разработаны расширения для конкретных аппаратных устройств, для конкретных приложений. Великая сила Паскаля в том, что и состоит, что в нем очень мало ненужных свойств. И почти нет нужды в подмножествах. Вот почему этот язык достаточно силен, чтобы выдержать специализированные расширения. Конкурентный Паскаль для работы в реальном времени. Паскаль плюс для моделирования дискретных событий. UCSD Паскаль для микропроцессорных рабочих станций. Если бы только мы могли извлекать правильные уроки из прошлых успехов, нам не было бы нужды учиться на наших неудачах. Это тьюринговская лекция Хуара. Ну, очевидно, как бы он свое мнение высказывал и говорил о том, что как по его мнению нужно развивать базовый язык программирования. Собственно, Верт, фактически, вспоминая опять сказанное Федору Васильевичу про третью попытку, и Ультрапаскаль создавал модулы, Аберон, и последнее он как раз ориентировал на какие-то специализированные расширения. Для, так сказать, ну, в частности, там микроконтроллеров и для каких-то там было множество проектов. Это все известно, повторяться не буду. Вот, то есть, источник, так сказать, как концепция Хааровская. Чемоданчик. Ну, в прошлом году, так сказать, совершенно правильно Рыбин вспомнил Кауфмана, у которого было сказано, что есть языки сундуки, есть чемоданчик. Вот ада типичный сундук, ну, а Аберон стало быть чемоданчик, очевидно. Вот чемоданчик, собственно, начинает работать тогда, когда у него есть какие-то возможности, вот специализированные расширения, о которых говорил Хуар и, так сказать, дед. Поэтому, вот данный, так сказать, чемоданчик, показан многофункциональный инструмент, а вот со сменными лезвиями. Там история была какая, так сказать, в один из них, так сказать, есть программист, который пилит бюджет, есть, который пилит вагонку для дачи. Значит, я вот ко вторым как-то относился и, собственно, вот этим вот пользовался чемоданчиком, было удобно и он полезный, когда у него набор съемных насадок. И в структуре многофункциональной системы, ну, понятное дело, механизмы интерфейса, механизма расширения, когда это удобно сделано, с этим удобно работать. То есть, мы говорим, продолжая концепцию Харовская, сказать, что есть основной чемоданчик и функциональные расширения, которые вот тут уже можем каким-то образом использовать для каких-то конкретных целей. Вот это такая иллюстрация концепции. Мультикомпилятор, многоцелевая система. Ну, с названием Мультиоберрон, значит, год назад, год назад, когда я какие-то вот эти вот концепции в этой части излагал, как раз искал название для Мультиоберрона и вспоминал историю, пытался предложить Аберрон-Эль, потом выяснилось, что, собственно, Аберрон-Эль был каким-то образом модернизирован, доведен до уровня компонентов. Ну, Паскаль, там вся эта дискуссия была долгая, но речь шла не о переименовании конкретного языка, а о том, что действительно вот новая система, ищет название. Но я как-то еще не готов был заявлять, что система новая. Ну, собственно, дискуссия там закончилась, и правильно сказал Борис Валерьевич, вот будет новая система, будет название. Вот она появилась, я нашел, собственно, название, оно отражает сущность Мультикомпилятор. То есть, во многих отношениях тут Мульти. Ну, компилятор языка Аберрон с различными сменными бэкэндами. Вот сейчас, вот данную секунду, выставлена версия, сказать, 0.8. Планирую я выставить, ну, достаточно в ближайшем времени, версию 0.9. Вот данный доклад, он, в общем, посвящен версии 0.9, которая еще появится. Поэтому я буду говорить о функциональности вот этой вот 0.9 версии. Ну, реально можно скачать 0.8, 0.9, я думаю, в ближайшее время, как только я буду готов. Вот, значит, сменные бэкэнды. Ну, первое, генератор нативного кода x86 для системы Blackbox. То есть, тот аминковский, значит, девкомпайлер, который все знают. Транслятор Мув фронт в язык C, который, соответственно, был получен, был разработан Офронт темплом, да, дальше, соответственно, сказать, аминком он там был доведен. Дальше еще в него ряд людей вкладывался. И, собственно, с сайта Абертона, да, сказать, я брал текущую версию. И ее инкорпорировал в свою архитектуру, которая, значит, многоцелевая. И генератором кода LLVM, собственно, это я уже непосредственно сам занимался. Многоцелевая идея тут какая? Что раз мы имеем много бэкэндов, да, то и возможности диверсификации дают... Диверсификация бэкэнда дает диверсификации каких-то качеств. То есть, например, для 32 бит всех поддерживают, а 64 бита уже Blackbox, так сказать, не поддерживают. Ну, зато можно с Афронтом и с LLVM работать. Это большой плюс. С архитектурами, там, сказать, ARM, сказать, это, значит, соответственно, можно тоже Афронт и LLVM делать. Ну, не сделали, но такие возможности есть, собственно. В принципе, вся эта архитектура поддерживает. Вот с загрузкой модуль, например, с Афронтом надо еще что-то мудрить. Стоит ли вообще тащить эту загрузку через библиотеки до LLVM и LLVM, это, в принципе, можно сделать, но это тоже... Вот, то есть, каждое решение имеет свои плюсы, свои минусы, так? И в этом плане многие вещи, так сказать, звучали. Ну, в частности, звучала, так сказать, критика, так сказать, Олега Чередниченко, что, так сказать, вот Blackbox где-то в каких-то там расширениях для его задач это не профессиональный какой-то, а вот со Афронтом плюс будет лучше. Ну, несколько неаккуратное выступление. Проблема вот в чем, что каждый раз, ну, особенно в больших организациях, я к большим принадлежу, так сказать, мы работаем с новыми требованиями. В больших организациях есть система управления требованием. Если под эту систему подпадают какие-то требования, ну, например, 64 бита, да, то, собственно, инструмент должен обеспечить генерацию этих 64 битов, ну, и со всеми вытекающими последствиями. Если программист это не сделал, он не профессиональный, а инструмент либо он позволяет, либо нет. А другие инструменты, ну, например, нативный Blackbox, да, так сказать, он там дает время компиляции быстро и, соответственно, разработку ошибок. И это тоже большой выигрыш, потому что, опять-таки, во всех организациях есть сроки, планы и дедлайны, так сказать, я с этим активно, так сказать, имею дело. И когда я меняю чего-то в C++-ном хедере, мне приходится идти там на 15 минут сначала, так сказать, в туалет, потом на улицу, пока этот мейк пройдет, да, так сказать, то, конечно, с Blackbox-овскими, так сказать, вещами такого безобразия нет, даже с огромным проектом пересобрать все, так сказать, такого не происходит. Поэтому время компиляции там, так сказать, вот оно в данной ситуации важно, и в этом плане, конечно, по сравнению с так называемыми профессиональными продуктами, ну, так сказать, естественно, аминковский компилятор гораздо лучше. Я уж не беру про другие реализации, так сказать, XDS, так сказать, и, которые там превосходят. Так, ну, ОМЛ, то есть, разбиение, ну что, ОМБ, Blackbox, ОМФ, Afron, да, так сказать, ОМЛ, LLVM, Мультиоперрон с бэкэндом, LLVM. Архитектура, компилятор на основе ОП-2, собственно, понятно, что левая часть, левая часть, которая, сказать, сканер, парсер и так далее, генерита АСТ, да, сказать, она остается для всех, там будут нюансы системы ограничения, о которых мы поговорим раньше, а вот правой части меняются, и, соответственно, сменные бэкэнды, вот там зеленым выделено, это наборы, так сказать, модулей, которые можно в соответствии с принципами объектно-ориентированного программирования подставлять какие-то реализации, ну, в частности, для LLVM вот такой вот, так сказать, набор модулей, значит, ОМЛВМ-бэкэнд, дальше траверсер, кода-эмиттер, там, функции низкого уровня генерации и так далее. Вот, LLVM также использует библиотеку LLVM-TDLL, так, ну, я оставил даже это для, так сказать, Unix, там просто Simlink делаю, вот. Соответственно, интерфейсы связи появляются, через которые мы работаем, ну, в частности, вот Hooks Backend, это интерфейс бэкэнда, то есть, мы подставляем реализацию для LLVM-а, значит, там, своя реализация, для фронта своя, для Blackbox-а своя. И модуль целевых настроек таргет. Ну, для чего нужен? Ну, например, таргет поинтерсайз, там, передается такой параметры. Если в Blackbox-е это было просто забито константами, да, то в этих таргетах размерность, так сказать, указателя, процедуры и так далее, все вот эти вот вещи передаются. То есть, модуль настроек, вот, такие вот вещи изменились архитектурно в Multi-Aberron и, соответственно, то, что добавилось LLVM. Так, входные и выходные файлы. Ну, на входе примерно одно и то же, так, в данной ситуации, то есть, у нас есть ODC, но еще поддержка текстовых файлов с расширением мод. То есть, Multi-Aberron, Frontend берет на входе вот эти вот файлы, ну и, соответственно, генерит динамически загружаемые, сказать, файлы, там, сказать, OCF, ну и, соответственно, файлы, кстати, символические. Офронт генерит уже другое, то есть, сишные и хедровские файлы для последующей компиляции, сказать, и линковки сторонней программы. OMA генерит текстовый код с расширением LL, так, то есть, это, соответственно, собственно, вот этот вот код LLVM и полученный из него бинарный биткод, так называемый. Так, а разница между ними небольшая, да, этот текстовый читаемый, а бинарный уже, значит, полученный в соответствии с версией LLVM, просто он, бинарное представление того же самого. Вот, а бинарный код и может выполняться, значит, для него специальный логер написан с помощью механизма LLVM JIT, то есть, там JIT компилятора есть, да, который, плюс там средства загрузки формируются и выполняются, плюс еще такая утилита, как LLC, которая статически компилирует в бинаре, так, то есть, взяв LLVM коды, утилиты LLC можно получить объекты и, соответственно, из них получить дальше бинарный файл. Вот это вот, что на входе, что на выходе. Варианты кода генерации. Ну, собственно, сами производители LLVM, так сказать, говорят, что есть три варианта, вы можете использовать промежуточное представление, так, LLVM и R, Intermediate Representation, это вот тот самый LL-код, о котором я говорю. Можно использовать бинарные представления, биткод, да, так сказать, еще меньше гарантий совместимости. Почему? Зависит от версии, так, то есть, версия с пятой несовместима с шестой, версия с шестой, с седьмой и так далее. Если с LL-ом, так сказать, вот этим вот промежуточным представлением, там как-то можно что-то делать, там поменялись функции, там, так сказать, API, да, который вызывает, то с биткодом там вообще это не годится. То есть, для версии, либо использовать библиотеку C-шную, так, LVM-C, ну, собственно, адрес там есть, я выбрал последний. Вот, и для нее, соответственно, сгенерил, так сказать, интерфейсные модули, ну, там, скриптик использовал, там, так сказать, дейтель потратил, там, так сказать, пару дней, сгенерил это, а дальше ручками, значит, подправил все, что мне нужно, поскольку библиотека там огромная, и, соответственно, вот. Функций много, LL-VM и модуль, собственно, модуль LL-VM-C, вот это вот, как раз интерфейсный модуль к этой библиотеке. Идем дальше. С оптимизацией состояния, ну, проект долгоиграющий, так, то есть, я в процессе сейчас, пока, поэтому докладываю текущее состояние, вот, по состоянию сию минуту, значит. Бэкэнд в настоящее время генерит код без оптимизации, так, то есть, при необходимости его можно оптимизировать вот этой вот утилитой LL-C, так, ну, в частности, там есть минус О1, минус О2, минус О3 и так далее. Вот, в плане работоспособности модулей с оптимизацией я не проверял, так, потому что, ну, вы сами понимаете, нужно написать сначала для этого тесты правильные, так сказать, разобраться, что он действительно там оптимизирует, потом все остальные тесты регрессионным образом прогнать, поскольку после оптимизации, чтобы нам там тут не запортилось, да, так сказать, и так далее. Вот, это в планах, так сказать, это, но механизмы есть. Плюс, опять-таки, вставить код с оптимизацией, то это возможно, да, то есть, в сам генератор, то есть, LL-VM построен таким образом, после того, как внутреннее представление как-то там туда попало, да, в библиотеку, там можно запустить так называемые оптимизейшн пассы, так. Этих пассов энное количество, там вот есть исходники эти LL-C, которые нужно пылесосить и вытаскивать, что там для оптимизации U1, U2, U3 нужно. Ну, как бы эта работа будет тем или иным способом продолжаться, да, но пока вот состояние вот такое вот. То есть, если кому, так сказать, интересно, он может пробовать вот U1, U2, U3, так, внешним оптимизатором. Вот, пока этого, так сказать, нету. Ну, с оптимизацией, что могу сказать, не знаю, как он генерится, но библиотека, например, в дебаге, да, в дебаге, отличается от релизной скоростью, так сказать, компиляции. Там, ну, раз в 15, там разница есть. Вот, это, в общем, так сказать, дает. Но это, опять-таки, оптимизация, собственно, компилятора CL, так сказать, Microsoft. Вот. Мультиплатформенность 3264. Ну, генерация кода, так, 3264 немножко затрагивает размерность указателей, больше затрагивает RTTI. Если мы вспомним какой-нибудь kernel моды, да, то там, соответственно, сказать, и много параметров, которые называются интеджер, на самом деле, они предполагают, что там, сказать, какие-то могут быть указатели, там, теги и так далее, сказать, которых пришлось чего-то там менять. И, так сказать, специальные функции с адресами тоже что-то делать. То есть, генерится 32 и 64 бит, там опция идет минус 32, минус 64. Во фронте пришлось ввести тип адрес, поскольку фронт в том виде, который брался, он был 32-битный, соответственно, для 64-х вот эту вот всю схему доводил, сказать, до ума. Ну, и качественно, существенно отличаются сборщики мусора, так, то есть, для каждого варианта там свой kernel, при том, что LLVM-овский kernel от от фронтовского отличается, да, сказать, и энное количество kernel, там, кернел 32. Кернел 32, LLVM, кернел 64, сказать, они там расположены в соответствующих каталогах. Вот, если мы возьмем данную, сказать, библиотеку LLVM, это пятая версия, да, сказать, то там заявлено, я это не пробовал, да, сказать, про это честно говорю, поддержка LLVM для определенных архитектур. Вот, начинаем. ARCH 4, AMD, GPO, ARF и так далее, сказать, так. То есть, это о чем говорит, что, соответственно, можно, сказать, сгенерить средствами LLVM или там каких-то утилит, да, сказать, код для целевой платформы. Если у нас правильные, сказать, интерфейсные функции для системных библиотек, то вроде как он там должен собраться. Таким образом устроить там кросс-компиляцию, значит, вот на этих платформах. Я этим не занимался, начиная от того, что, ну, вы понимаете, сказать, чисто технической базы для этого нету, потому что вот поставить все это оборудование, да еще и найти время, сказать, да, чтобы заниматься этим, нужна определенная техническая база. Не пробовал, не знаю, но кому интересно, сказать, дальше. В части операционной системы, версии 0.9, да, сказать, версии 0.9, линкер переведен на реализацию Трурля, Тарь, Дегтяренко, сказать, в которой также участвовали там Ширяев, сказать, и Иван Андреевич, для реализации по ЕЛЛФ форматов. То есть у меня там старый линкер остался, сказать, новый, ну, фактически новый используется для того, чтобы получать уже формат исполняемого модуля. Это поддержка реализации разных оболочек для разных операционных систем. Ну, дальше про это будет говорить, то есть мы не только делаем, сказать, под графической средой Blackbox, но и оболочка, собственно, в каком понимании? В понимании Unix-овского шева, да, сказать, то есть там появляется OMBSH, ну, например, для Blackbox или OMLSH для ЛЛВМ Аберона. Теперь дальше, что важно, сказать, реализации тернала и модула раннера и подсистема хост для всех операционных систем и бэк-эндов. То есть систему локации модулей, так, я переделал в связи с этим то, что это мульти, сказать, мультисистема, так. И поэтому, например, для, если мы обычно, так сказать, имеем дело с файлами мод, в котором хранятся исходные тексты, так, мод, там, тернел, там. То для Афронта под Unix-ом у нас будет уже System MFU, там, E это 32 бита, и там находится там раннер или тернел модуль, так. То есть получается в одном и том же каталоге System есть каталог MFUE, которым находятся модули портабельные для Unix-а Афронта, MLUE, которые находятся для ЛЛВМ, да, сказать. То есть вот эти вот специфические для разных операционных систем, ну, таких немного, но это опять вот кернел раннер из системных модулей, ну, и, соответственно, там хаскер расползается. Дальше. Кодовые файлы. CFUE, да, соответственно, C кодовый файл, F-а фронт, U, Unix, там, E 32 бит, CFUR, там, 64 бита. Туда, что складывается? C-шные, хедеры, и дальше там уже компилиция объектная и так далее. То есть вот такая вот более широкая, но сохраняющая основные идеи вот этого, так сказать, рантайма блэкбоксовского система локации файлов, она реализована в мультиобироне. Ну, и символьные файлы от SF и так далее. Значит, или SL для ЛЛВМа. Мультирежим. Опять мультирежим. Значит, двух режимов из среды блэкбокс. Ну, понятно, что из среды блэкбокс можно запустить там, там, OML-компайлер, значит, для там, ЛЛВМ или ОМФ-компайлер для фронта. Из командной строки, оболочками. OMB-SH, OMF-SH, OML-SH. Например, запускаем. OMB-SH, дальше команда, run. И, например, OMT с Hello World. Что делает? Запускает, значит, лоудером, загружает этот OMT с Hello World. Вот, и его исполняет. Вот. Дальше, соответственно, OMB-SH, CO-компайл. Там можно DC бинарный, можно мод текстовый. Тоже этот Hello World можно скомпилировать и так далее. Оболочки OMB-SH, OML-SH реализуют динамическую загрузку модулей. Не нужна среда разработки. Ну, например, для меня это актуально. Почему? Ну, вот мы ставим на станцию какие-то тулзы. Если там написано в технических требованиях какую-нибудь там Astralinux поставить, защищенную, там, т, 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 т. Если там нет среды разработки, GCC, то поставить какую-то NTE со средой разработки чего-то, это, в общем, скажем так, деятельность некорректная. Некорректное, то есть на важный объект вы вставите какое-то неизвестное ПО, неизвестное происхождение, а маленький шельник в данной ситуации не считается проблемой, потому что там и баш, есть и шел и так далее, иное количество этих вещей. Более того, его проще при необходимости провести через сертификацию, плюс опять-таки мы работаем, многие вещи в консольных удаленных приложениях тоже шельники нужны. Под Windows, естественно, то же самое, то есть не нужна среда разработки шельник, полезная вещь. Ну, динамической загрузки и выполнение для LLVM, то же самое, из командной строки OMA, Shell, Run, Hello World и так далее. Вот, этапы выполнения, что происходит для каждого динамически загружаемого OMP Loader модуля, да, загрузка память данных биткода, загрузили, так, ну это чисто локирование памяти, там это парсинг биткода, ну запускается там функция LLVM. Связывание переменных между модулями, ну часть статических, часть динамических, их нужно связать по переменным, там тоже механизмы есть. И выполнение модуля с помощью компилятора MCGIT, так. Ну, теперь по скоростям пока что, вот то, что у меня предварительные оценки, я их выставлял, там, так сказать, Йозеф Темпл спрашивал, так сказать, вот про характеристики вот этого всего дела, как с загрузкой, как там с оптимизацией, я осторожно, значит, предварительная оценка, время загрузки составило 1330, то есть в 13 раз медленнее, чем Black Box. Ну, Black Box вообще Loader быстро грузит, так, то есть мы там, так сказать, энное количество модулей запустили, JIT не так быстро, то есть он должен, так сказать, это загрузить, скомпилировать, ну мы должны понимать, что все вот эти вот мейнстримовские вещи, LLVM это такой монстр мейнстримовский, да, он там ложится там на разные платформы, но он вносит избыточную сложность, поэтому, скажем так, есть плюсы, есть минусы, и нужно к этому реально разумно относиться. Ну, эти 1300% это, конечно, не то, что это, но это какая-то там часть 0,3 секунды, при Black Box мы не видим вообще это время, так, а здесь, значит, чтобы загрузить модуль, какие-то 0,3 секунд появляется, но если модуль большой, там надо уже смотреть, там это будет больше. поддержка различных модулей ядра Black Box 1,6-1,7, ну, в версии, в той, которую сейчас есть, там только 1,6, вот, 0,9, там будет версия поддержка 1,7, ну, ситуация следующая, у нас есть центр, центр развивает ядро, сказать, Black Box, да, сказать, то, куда это развивается, я с этим делом не очень согласен и не разделяю ценности центра, при всем моем огромном уважении к Йозефу, например, Temple, например, почему там появляется UTF-8 Name в Kernel, так сказать, меня до сих пор от этого трясет, так, и, как бы, видимо, Kernel это такой должен быть модуль, когда не знаешь, куда функцию положить, нужно его положить в Kernel, так сказать, вот, вот этим они, данные господа, занимаются, но я с этим не согласен, но это происходит независимо от меня, происходит как данность, поэтому система, да, сказать, меняется, в зависимости от платформы, и я чувствую, будет меняться и дальше, поскольку, как бы, люди хотят делать все лучше и лучше, вот, более того, сказать, изменение центра, сказать, в какой-то, сказать, во фронт-энде, то есть, девайс ЦПТ, то есть, там по системному флагу меняется, я там ставил зависимость от Kernel Version, чтобы это было совместимо, потому что иначе, получается, сказать, сгенерённый под 1,7 он не стыкуется, так сказать, это, даже когда одни и те же интерфейсы, да, сказать, сгенерённый компилятором 1,7 не стыкуется с 1,6 и наоборот, поэтому пришлось, значит, и фронт-энд подкручивать, что в зависимости от версии этого. Что дальше? В зависимости от версии меняются интерфейсы, вот, когда, даже когда меня, был я молодой, учился у моего господа Microsoft, они учили, что интерфейсы с iMutable, да, сказать, и в коме было хорошо сделано, что для каждого интерфейса, там, новый GUID и так далее, сказать, вот. Нет, наверное, тут товарищи не читали, что интерфейсы с iMutable, да, сказать, например, loader hook, this module, тут был array of short char, стал array of char, интерфейс поменялся и так далее, и, значит, если я делаю свой лоудер для разных платформ, значит, то есть мне пришлось поставить промежуточный файл, который, прокладку, адаптер между вот этими интерфейсами, которые непрерывно развиваются, и на выходе, сказать, получить нормальный интерфейс. Опять, я это мнение не разделяю, но я вынужден под это подстраиваться. То есть, вот мультиверсионность такая. Вот, дальше, что еще? Абстрагирование, вот, наследование, влог и файл, сказать, это. Ну, ситуация следующая, что, опять-таки, улог, я ввел свой, сказать, модуль улог, отказ от зависимости наследования от лог hook для blackbox, необходимости реализации специфических функций, ну, например, лог параметр message, лог view form. Для чего? Ну, если я с консолью работаю, зачем мне это? Так, то есть, тот самый случай, что наследование, да, сказать, обременяет определенными вещами, необходимостью реализации, сказать, каких-то методов, которые, сказать, тебе не нужны, да, сказать, и переход от наследования к конкапсуляции, да, сказать, как-то это решает эту проблему. И, в частности, улог я такой вот сделал. И, опять-таки, если брать какие-то другие системы реализации, где-то это аут, где-то там ванвайт, конлог и так далее. Так что я от этого отстроился, чтобы не было каких-то зависимостей. И ввел дополнительные функции, которые мне нужны. Например, улог адрес, улог шорт стринг, которые тоже, так сказать, удобны, на мой взгляд. Планируется переход от файлс к файлс, в принципе, так, с файлсами что столкнулся? Опять в версии, так сказать, 1.7, так сказать, у них руки чешутся, там файлс появился новый, сменился интерфейс, появились новые методы, очень ценный файлс, там, shared или closed и так далее, так сказать. Вот, а плюс еще появятся 64-битовые длины, ну, здесь-то правильно, если появятся 64-битовые длины, там история другая, да? Но, как бы, опять-таки, вот это вот желание улучшить интерфейс, непрерывное, так сказать, я не разделяю. Но пока у меня файлс используется тот, и приходится две версии, знаешь, держать для 1.6, для 1.7, вот, что напрягает. То есть, мне это дело не нравится, хочется тоже отстроиться, пока не отстроился. Мультиязыковость. Масштабируемая технология с использованием Scale Down Model. Так, вот, вчера с Иваном Андреевичем, так сказать, говорили, значит, он вот это вот вместо Scale Down Model хорошую, так сказать, идею подкинул, что-то в мультфильме у Миядзаки было, как раз, что система, когда она из большой становится малой, качественно меняется собой, и тут какая-то, так сказать, красивая картинка и философия. Я это еще не освоил, но я постараюсь, я бы из интернета скачал из большого бочонка преображение в маленький бочонок, так, с сокращением функциональности. Чем это чревато, да, так сказать, при демасштабировании, да, излишняя функциональность должна убираться. Ну, хотя бы так вот, приблизительно, я это не делал, но, так сказать, смысл какой, что если мы берем уровень C компонентного Паскаля, значит, 0 ограничений и ядро уровня C, да, то переходим к 0,7, то там ядро будет существенно проще. А если мы берем для контроллеров, да, то, грубо говоря, вместо вот этих вот развесистых герл модулей и так далее, просто можно будет как-то ограничиться тегами типов, которые чуть ли не интеджерами задавать и так далее. Ну, это я так грубо говорю, но движение в сокращение вот этой вот RTTI и прочего. То есть, при демасштабировании, так сказать, система становится проще, надежнее, компактнее и вот это вот нужно сохранять. То есть, не то, что мы сделали black box, да, так сказать, ну, с таким вот, вот этим вот размером это, а чтобы он уменьшился до уровня 0,7. То есть, вот это вот, как бы, задачу я ставлю и принципы это закладываем. И уровень 0,7 для последующей реализации это, ну, это уровень рантайма ядра, так сказать, помимо масштабирования, там еще при демасштабировании еще вот это вот ограничение функций, к которым мы пойдем. Теперь дальше, еще одно, так сказать, условие. Ну, Валерий Викторович говорил, что, так сказать, принципы соли наше все, так, вот. Вот, вот как раз использование рисков substitution principle, да, так сказать, идея, идея какая? Вот у нас есть некоторый код, допустим, на Бероне 0,7. Мы его делаем в какой-то среде разработки black box. Теперь мы берем его, скажем так, условно, компилятором под 0,7, тоже, так сказать, выполняем, так. Делаем мы портабельный код, который будет и там, и здесь работать, так. Я беру, что мы там синтаксически каким-то образом привели, таким образом, чтобы у нас получилась эквивалентность кода, так. Так вот, идея такая, чтобы с точки зрения компилятора, да, сказать, оно было одно и то же, так сказать, дерево на входе для этого кода, и большим компилятором, и маленьким. Поэтому я тут LSP применяю. То есть, если компилятор S является подтипом компилятора T, то возможно замещение компилятора T на компилятор S, так. То есть, отношение подтипов, да, сказать, T, S для одной и той же базы программ можно установить в том случае, когда имеется один frontend с переменной системой ограничений. То есть, у нас один frontend. Система ограничений это, собственно, что? Ну, какие операторы использовать, какие нет. Множество свойств подтипа S должно включать множество свойств базового типа, у которого ограничений больше. То есть, что получается? Базовый тип 0.7, ограничений больше, а тип S это большой тип, так. И, соответственно, можно, возможно, замещение, так сказать, вот этого базового на большой, так сказать, компилятор. С точки зрения, опять-таки, идентичности синтаксического дерева на выходе из frontend. И вот эта, вот, так сказать, гарантия LSP, так сказать, это еще одна, так сказать, мотивация, то, что дальше я вот предлагал в плане системы ограничений. Потому что мы можем брать один и тот же код, двумя компиляторами его собирать и выясняем, что в одном случае одно, в другом случае другое. А когда мы вот таким образом идем, хотя бы мы на уровне AST, так сказать, пытаемся обеспечить идентичность. Вот, семантическое подобие, O7 и существенные критерии. Вот то, что я раньше предлагал и писал, система ограничений, так, по сравнению с прошлым годом изменил ключевое слово, взял, как в ADE, restriction, restrict, вот оно здесь. Restrict минус long end short end, так, то есть, multi-operoe. Это что значит? Это значит, какие-то операторы не используются. Если мы введем, например, этот long end, то будет ошибка. Диагностируют наличие ошибки, так сказать, long end. Да, соответственно, 0,7 тоже long end будет ошибка, поскольку такого там вообще нет. Вот это вот главное, существенное, так, то есть, существенные, те ограничения, так сказать, 0,7, они могут перейти, ну, тебя берем, таким, выстроив таким образом, значит, вот эти вот файлы. А что менее существенные, так, менее существенные, вот, в чем, сказать, ну, критика была, ну, в частности, вот, Константин Камдеев, а вот вы расширение записи по умолчанию, так сказать, обеспечиваете, не обеспечиваете? Конечно, нет, так, поскольку это идет, опять-таки, из дерева black box, и тут идет extensible, рекорд, энд. Вот, ну, это и хорошо, потому что, так сказать, опять-таки, принцип Аберрона явное задание, так сказать, и мы явно задаем, когда запись может быть расширена, extensible, там, абстракт и так далее, так сказать, вот. Таким образом, это получается не код на 0,7, так сказать, а вот семантическая подобная конструкция, я. Так, вот, но вот эта вот семантическая подобная конструкция, то, что у нее, вот это вот использование слова extensible, это дело второстепенное, потому что от этого пользы вообще больше, чем вреда, так, и делать это идентично Аберрона 0,7 смысла я не вижу, так, по крайней мере, в этом мультиабероне. Так, RTTI, структуры данных, kernel уровня C. Ну, генерация структур данных, то есть, понятное дело, компиляторы, все, все три генерят определенные структуры RTTI, да, в соответствии с того, что есть в Blackbox, вот, ну, в частности, я привожу в правой части этот керновый модуль, вот. Но, есть определенная вариативность структур данных в зависимости, ну, например, от разрядности версии ядра, про версию ядра я говорил, там, сказать, UTF-8M, но и важная вещь разрядность. Ну, например, например, сказать, там много, сказать, интеджеров, так, вот, но есть, например, какие-то там адреса, процедура, процедура base, varbase и так далее, да, сказать, адрес, вот там собачка стоит, я показываю свой припроцессор, который я, естественно, публиковать не буду, это, ну, как бы понятно было, что, сказать, есть механизм, то есть, я из этого в одном случае генерю интеджер, в другом случае генерю лонг-инт, да, сказать, и это будет два варианта версии, сказать, ядра, о которых я говорил, да, сказать, там всего сколько получится, ну, можно посчитать там, то есть, один для Blackbox Windows, Linux, LVM2 Windows, Linux, там, и так далее, вот. Ну, и, соответственно, вот эти вот радости с UTF-8Name и Name, это, как бы, понятно, то есть, комплектуется, комплектуется для разных платформ это, и считаю, в общем, целесообразным, ну, идея, опять, не моя, это Чередниченко, адринт использовать уже как тип, ну, в частности, вот для вот этих вот полей, там, процедура base, varbase, вот, что он был либо 64, либо 32, в зависимости от разрядности, собственно, системы. Обработка ошибок, обработка ошибок, ну, с обработкой ошибок, что, какой механизм используется, ну, вот, если мы посмотрим с левую часть, это вот Афронт, вот это вот, Enter, Exit, который формирует цепочки вызовов процедур, соответствующие текущему состоянию стэка. Каждый раз там присваивают указатели, вот эти вот с именами, потом можно вытащить, значит, стэк, который есть. Чем это плохо, да, сказать, то, что, в общем, это дополнительные, сказать, операции, дополнительные операции, которые, ну, во фронте оно так, в LVM я сделал тоже пока так, вот, и, соответственно, когда возникает ошибка, есть доступ к локализации ошибки из trapviewer для всех вариантов, и оно показывает, ну, в общем, эта схема, так сказать, как-то работает, ну, рассматриваются варианты, которые предоставляет библиотека LLVM, но от этих вариантов мне не становится лучше, то есть, есть там, Etanium, AB, Exception, Handling, Specification, DWARF-4, стандарт на основе таблиц исключений, но потом я смотрю на эту реализацию, так, и начинаю глубоко опять покружаться в какие-то C++-ные, эти самые, сказать, болота, и, в общем, нахожусь в таком состоянии экзистенциальной фрустрации из-за всего этого, вот, попроще есть, там, SetJump, LongJump, там, сказать, которые манипулируют опять состоянием фрейма, так, сказать, процедурного во время рантайма, но он что-то там добавляет в код так же, как это, то есть, мне не нравится ни этот, ни этот, но это вот то, что рекомендует LLVM, пока что я использую афронтовские механизмы, вложенные, так, процедуры, так, тоже используется афронтовский механизм, тоже мне это не очень нравится, почему? Потому что, в общем-то, так, процедурные фреймы, так, сказать, они и в языке, так, си и в LLVM, они не связаны между собой, то есть, там, по адресу не особенно перепрыгнешь, если этот адрес не знаешь, и получается вот такая вещь, что нужно поддерживать вот эти вот указатели на таблице, так, данных, эти таблицы как-то копировать, и вот примерно код на фронте, кому, так сказать, интересно, может смотреть, фактически все локальные переменные, они начинают, так, это. Но это когда происходит? Когда идут вложенные процедуры, так, то есть, вот у нас вложенная процедура, так, которая имеет доступ к параметрам и локальным переменам, так сказать, процедуры, ну, скажем так, чуть более высокого уровня. Ну, в общем, в последних версиях Вирт от этого отказывался, я бы тоже с удовольствием отказался, но вот блокбоксовские вещи много чего поддерживать. Механизм этот мне, так сказать, не нравится, он такой вот достаточно, так сказать, тяжеловатый, да, так сказать, а прямого доступа, опять-таки, да, так сказать, процедурным фреймом нет. Вот, а совместно независимые разработки. Вот у нас тут много разработчиков делают продукты, уже, так сказать, компиляторы пошли, это, так сказать, это, это реальность, мы должны с этим мириться, да, так сказать, и все хорошо, так сказать, когда разработчики не мешают друг другу. То есть, эту схему я вот смотрю на примере следующем. Вот это из учебника Перелимана, так сказать, лебедь, рак и щука, так, взаимодействуют. И важно, что, когда они взаимодействуют в взаимно-ортогональных направлениях, вот посмотрите, вот это, так сказать, щука, это рак, а это лебедь, так, то, в общем, система-то становится нормальной, то есть, каждый в своем направлении не мешает друг другу развивать, направится в ту или иную сторону, и система трехмерная нормально взаимодействует. Когда они начинают тянуть в разные стороны, появляется проблема. Вот, собственно, эта практика нормальная, так, она у нас очень хорошо применяется, то, что мы видим и дальше. И эта практика, она научен, там, обоснованно. Вот есть этот carrier, rider, mapper, так и развитие, значит, вот этих вот интерфейсов, да, таким образом, чтобы каждый в своем направлении мог расширяться, не мешая другим. Вот. Поэтому мультиобирон эту, скажем так, технологию горячо поддерживает. Ну, каким образом, значит, вот девкомпайлер был, сказать, аминковский, вот он инкорпорирован, да, сказать, афронт также, сказать, вставили туда, сказать, девлинкер успешно вставили. Вот. Ну, были, сказать, была, сказать, критика, вот даже Олег Черниченко очень задорно, сказать, вот я тут реализовал, на десятки направлений ушел вперед, у вас этого нету и так далее. Ну, не знаю, наверное, действительно, на десятки направлений он ушел, и вперед от меня и от верта. Вот. Ну, это хорошо, на самом деле, так, что есть, сказать, лаборатории, есть какие-то решения, некоторые, они действительно очень важные, вот с конкантинацией строк появилась, да, сказать, вещи, которые правильно решаются. Поэтому вот это вот, скажем так, наша каша, взаимодействие иногда, да, какие-то вставки из одного места в другое, они идут на пользу, так, на пользу, главное, чтобы люди, сказать, нормально развивались, да, и при наличии хорошо выстроенных интерфейсов, так, в данном случае, я считаю, надо отстраиваться и сам отстраиваться, да, это можно вполне включать эти куски и двигаться дальше. Многие вещи из-за разработок Афронт Плюс, они, действительно, сказать, очень, там, сказать, интересные, просто, да, нужно до этого, что называется, дойти, я двигаюсь по своим приоритетам, понятное дело, и, конечно, заинтересован в том, чтобы какие-то полезные вещи вставлять, и буду это делать. Вот, ну, вот, да, вопросы по докладу. Да, пожалуйста. Вот по поводу, мы же взяли ОП-2 за основу, правильно? Ну, да, да. Крутуру данных, которые для оскорбленности, как есть в них? Да, да, я даже кода взял, то есть там, собственно, переработанные, сказать, фронт-энд, это фактически переработанный фронт-энд у девкомпайлера в Блэкбоксе, так? Поэтому, даже не только на уровне структур данных, да, сказать, а на уровне кодов, да, это всё взято за основу. Другое дело, что это там, где-то подкручено, подвинчено под вот эти вот требования и плюс там ещё. Да, да, пожалуйста. Исполнение биткода, это у вас с временкой или постоянность? Нет, это не бремянка, конечно, сказать. Значит, это реализовано вот в библиотеке ЛМВМ, так? Нет, это я понимаю. Я имею в виду, зачем вы используете джинс вместо аут? В это время, используемые джинтапы загрузки, ваши 1300 жильцев процентов, они их смущают. Главное, я не понимаю, зачем это. Потому что, в общем-то, я... Ну, не знаю, просто потому что я использую аут компиляцию в таком же случае. Всё это замечательно, это никак не лишает джиннической загрузки. Ну вот, я вас спрошу как раз. Да, так сказать, да, хорошо. Мне вот это, так сказать, интересно. Я, что называется, реализовал, да, так сказать, озвучил. Мне это, в общем, как-то не очень удобно. Главное, я рассматриваю именно как возможность исполнения проведущего представления. Не круто, это всего лишь, что личное представление. Не, я рассматриваю это как возможность для быстрого тестирования, ещё чего-то даёт. Я понимаю, что она даёт переносимость. Я, кстати, об этом не любил, потому что спасибо за мысль. Ну, то есть, явно повышает переносимость в ходе, потому что... Да, да. Ну, с точки зрения скорости, там, проигрыш-то огромный. Ну, вот да. Мне это не нравится. Главное, что не нужно его проигрывать. Его не позволяет выигрывать или проигрывать. Ну, в этом плане, да, и сделать более эффективную реализацию, я, конечно, в этом заинтересован, да, поскольку, понятно дело, использует библиотеку с этими фокусами. Да, Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий Викторович, вопрос такой вот. Вы язык ввели именно, да, случилось слово новое для того, чтобы указывать ограничения. Да, рестрикт, да. А почему, вот, в принципе, ну, можно, скажем, ввести такое ограничение, так, параметры инструмента, да, не меняя язык, указать, скажем, при компиляции, вот, используют такие-такие ограничения. Почему именно вы решили ввести лист? Понятно. Ну, смотрите, на самом деле ситуация следующая. То есть у нас есть модуль, так, и мы, в общем-то, должны понимать, для каких целей, так сказать, этот модуль писался, так, и какие параметры в плане системы ограничения у данного модуля есть, так. Вот, если этот модуль гарантирует, гарантирует, что там не используется, там, динамическая память, не используется рекурсия, не используется чего-то, да, то мы можем, соответственно, с такой же системой ограничений его внести в другой модуль, так сказать, и у нас не будет там. Поэтому, так сказать, система, так сказать, ограничений, да, так сказать, она может, так сказать, локально варьироваться чего-то, и про модули мы действительно можем знать вот эту вот информацию, так сказать, о системе ограничений, да, так сказать. Нужно это, так сказать, выполнить. Тогда возникает вопрос, вот модуль, например, делался для контроллеров, да, для микроконтроллеров, его, значит, отлаживают какими-то средствами, средствами, так сказать, ну, скажем так, моделирования, да, так сказать, в Blackbox среде и так далее, так сказать, и уже получив вот эти вот средства моделирования, мы знаем, что вот для данного модуля, да, так сказать, есть вот эта вот система, так сказать, ограничений, и он гарантирует нам какие-то вещи, так сказать, вот связанные, вот я сказал, отсутствие памяти, там, динамической. А можно это переформулировать по-другому, так что вы это сделали такой же, не потому, что в качестве вот распространения, да, точнее, конечным итогом работы программиста является его исходный текст программы, что для сборки, в принципе, использовав исходный текст, а не какие-то больше дополнительные. какие-то там схемы указания, там, каким образом сборка осуществляется, просто, но самый простой способ именно зафиксировать, чтобы это было вот сейчас на данном этапе, да, это только указать исходники, гарантируют, да, то, что это требует выполняется. То есть, например, внутри текста программы, а не снаружи. Ну, да, тогда вот это... Ну, внутри текста, понимаете, это еще и гарантия определенная, да, так сказать, то есть для... Вот вы получаете модуль, да, а что он вам гарантирует? Вы взяли, например, модуль, разработанный другим человеком, так, и вам не нужно, так сказать, 10 опций делать, чтобы достичь ваших результатов, да, так сказать, вы поняли, что это он гарантирует, а это он не гарантирует. Да. Да. Получите и гарантии, и гарантии просто... Да, 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 да. То есть, вот, как в турбопаскале, например, вы делали в антиконферляции, да, то есть в обычном комментарии указываясь... ТИКДЕЛФ то же самое, то есть можно не вводить ключевое слово, а просто сделать исходные комментарии, и вы указываете опцию компиляции. Понятно, но дело в том, что, так сказать, ключевое слово, оно, так сказать, и определяет какие-то ограничения на систему, так, то есть если вы говорите не используйте оператора нее, а дальше по ходу его используете, да, то вас, так сказать, обругает. Вот, это тоже, то есть это не опция компиляции, да, так сказать, а это еще и система ограничений, значит, на какие-то конструкции языковые, да. Ну, можно тогда другое решение предложить, если вам не нравятся спецкомментарии, да, прямоугольными скопками, вот, как в блокборке, это же не совсем опция компилятора, они модифицируют то, как понимать следует текст программы, если мы ставим там прямоугольные скопки, внутри мы указываем, ну, там... Ну, скопки, вот это вот имеет описательный характер, да, да, данная, так сказать, в общем, конструкция имеет такой характер, так сказать, обязательный, да. Понятно, значит, в принципе, были, так сказать, рекомендованные вещи, я понял ваш вопрос, сделать и файлы с импортами, так, то есть система ограничений не идет одна, поэтому, так сказать, я начал создавать файлы для того, чтобы они были, так сказать, портируемыми следующим образом, то есть импорт, имя файла, restrictions, там 0.7, так, и если мы это собираем компилятором, так сказать, моим, так, то, соответственно, подгружается restrictions, если это собирается стандартным девкомпайлером, да, то это пустой файл, вот, поэтому, так сказать, вот вопрос здесь таким образом решается.